...графику. Потом, когда вы этот график вывели куда-то, на экран или в файл куда-нибудь сохранили, то вы заводите новый текущий график, и с ним тоже все операции работают с текущим графиком. Если писать программу, скрипт какой-нибудь достаточно сложный и длинный, а не просто интерактивно смотреть, а давайте вот так посмотрим, так посмотрим, как красивее будет выглядеть, то это неудобно, что много информации хранится в глобальных каких-то вещах. И там есть такой более объектно-ориентированный интерфейс, который просто матплот лип, то есть без вот этой точки пи-плот. Там можно завести несколько разных графиков, поработать с одним, поработать с другим, опять поработать с первым и так далее. То есть вся эта информация хранится не глобально, а в объектах каких-то классов. И работать с этими объектами можно в любом порядке. Ну и в конце концов, опять же, когда вы сочтете, что какой-нибудь график готов к окончательному просмотру, выведите его на экран или сохраните файл. То есть этот объектно-ориентированный интерфейс, он требует создания всяческих объектов и работы с ними через методы. Поэтому он отличается. То есть он несколько, ну не сильно, но чуть-чуть более многословный. Ну а для такой вот пробной работы вполне подходит вот этот подпакет пи-плот. Дальше. У Матплотлиба еще есть довольно много разных бэкэндов. Один из них – это вот инлайн, который в интерактивном питоне можно просто вызвать, ну то есть сказать, что мы будем с этим бэкэндом работать при помощи вот этой вот специфической команды ипитона. Все вот эти штучки с процентика, которые начинаются, это их ипитон съедает, они не попадают в интерпретатор питона. Это вопрос к интерфейсу. Ну вот инлайн – это значит строить графики прямо вот в этом же окошке браузера. В котором мы, собственно, и работаем сейчас с ипитоном. То есть для нас это наиболее удобно. Но в принципе есть бэкэнды такие, как Кути, есть ГТК, есть VX для VX виджетс, есть ТК. Возможно, еще что-то есть, я полный список не знаю. То есть остальные бы появлялись в других отдельных окошках. В большинстве случаев, когда вы работаете вот в Юпитере, вот в этом таком браузерном интерфейсе, это только лишняя морока создавать какие-то отдельные окошки. Но в случае трехмерных графиков, которые мы сегодня посмотрим, там ближе к концу, эти отдельные окошки дают дополнительную функциональность. особенно VX, там Кути, наиболее развитые из них, значит, такая, я не уверен. Они позволяют, скажем, мышкой вертеть этот трехмерный график, что очень удобно. Ну вот, я сейчас не уверен, что мы... Ну, то есть, ладно, сейчас у меня тут все настроено на inline-backend. Ну ладно, значит, начало мы уже видели. Начало я просто повторю быстро. Значит, если функции plot передать один список, то она воспринимается как список значений Y, а значения X, соответствующие им, это просто целое число 0, 1, 2, ну и так далее, вплоть до длины вот этого списка, который передали. То есть, это вот эти вот значения в этом списке, как функция номера в списке. Более, так сказать, нормальный и культурный способ состоит в том, чтобы передать два списка, список X и соответствующий список Y. Но в данном случае список X, он, скажем, такой не эквистентный, то есть, первые две поближе точки, а вот второе расстояние побольше. Ну и поэтому мы видим вот такой график. Значит, plot просто-напросто соединяет прямыми линиями все вот эти точки. То есть, строит, в общем-то, всегда ломаную. Но если решетка для значений X содержит очень большое их количество, и они расположены близко, то это, естественно, будет визуально восприниматься, как непрерывная кривая, а не как ломана. Совершенно необязательно вот эти самые X должны быть монотонно возрастающие. Вообще говоря, они могут быть хоть возрастать, хоть убывать, хоть что угодно делать. В частности, можно построить замкнутый многоугольник. Вот я тут включил еще раз первую точку 0,0 в качестве последней и получил... Вот мы из этой точки пошли сюда, сюда и вернулись. Получили замкнутый треугольник. Можно так замкнутый какой-нибудь там многоугольник любой построить таким образом. Ну и типичное, что ли, применение для построения графика функции – это когда мы говорим, что X у нас будут меняться откуда-то, докуда-то, и этих X будет, скажем, 100 штук. Когда их 100 штук, то уже ломаную на экране, по крайней мере, не отличить от гладкой кривой. Если вам мало, можете тысячу задать. Тоже нехти какая проблема. Вот. Значит, X – это нумпишный массив, содержащий флоатинг-поинт числа от 0 до 4 пи, причем их есть 100 штук, включая оба конца. Линд-спейс включает оба конца. Ну, а тогда синус X – это будет массив такой же величины, состоящий из синусов, в нумпи. Те функции, которые прямо в нумпи есть, и которые мы из него импортировали, а там есть синус, косинус, там экспонент, это логарифм, скурт, всякие нормальные функции там есть, он будет применяться поэлементно к любому массиву, и получится такой же большой массив из 100 значений вот этих соответствующих синусов. И тем самым мы получим гладкую кривую для синуса. В каких пределах делать оси, матплотлип, вообще говоря, выбирает сам. Ну и в данном случае он решил из своих внутренних соображений, что тики по оси X у него будут каждые две единицы, поэтому общая длина должна быть кратно двум, и поэтому он эти 2π вверх округлил до 14, а 4π, прошу прощения, вверх округлил до 14, а наши данные реально кончаются здесь. Если вам вот эта вот пустая штука не нравится, то нужно явно задать размеры оси X. Это можно сделать, это через несколько примеров ниже будут примеры, как в точности задавать размеры по разным осям, а не полагаться на автоматику, которая в матплотлип встроена. Теперь, опять же, то же самое, что я уже говорил. График, вообще говоря, всегда параметрический, то есть мы передаем какой-то массив X и какой-то массив Y. Этот массив X совершенно не обязательно должен быть вот такой вот, просто от минимального до максимального с постоянным шагом. Он может возрастать, убывать и так далее. И вот, например, самый знакомый пример параметрически заданной кривой – это когда мы по оси X откладываем косинус T, а по оси Y мы откладываем синус T, где T меняется от 0 до 2π, так что всего этих значений T имеется 100 штук, например, и получаем окружность. Если бы я не задал здесь вот этот вот вызов, который устанавливает aspect ratio этого графика, то получилась окружность бы такая, несколько сплюснутая по умолчанию. Ну, как это вообще принято в книжках, в статьях, обычно у всех графиков размер по вертикали меньше, чем размер по горизонтали. Есть даже какое-то, ну, такое каноническое предпочтительное значение отношение размера графика по вертикали к размеру по горизонтали, я его не помню, чему оно там равно, но, которое обычно предпочитают. Но если у нас где-то есть такие вещи, как окружности или там квадраты, и мы хотим, чтобы они сохранялись в виде окружности или квадратов, они превращались в эллипсы и прямоугольники, то нам надо явно установить aspect ratio, мы его устанавливаем, а вот эта вот загадочная функция axis с пустым списком аргументов, она на самом деле возвращает объект типа axis, оси, соответствующий текущему графику. Как я уже говорил, мы тут используем такой интерактивный интерфейс, который P-plot называется, там есть понятие текущего графика. Вот это вот оси текущего графика. И вот для осей текущего графика мы вызываем метод set-aspect, чтобы установить aspect ratio равным единице. То есть размер по вертикали и по горизонтали будет одинаковый. Ну вот, это вот какая-то фигура лесажу, когда у нас по x и по y колебания с разными частотами, впрочем, соизмеримыми в отношении 2 к 3. Так получается вот то, на что все привыкли любоваться на осциллографе. Такая вот симпатичненькая фигура. Вот. Ну, можно, естественно, несколько кривых строить на одном графике. То есть это всегда надо писать некий массив x в соответствующий массив y. Опять же некий массив x в соответствующий массив y. Опять массив x в массив y. Массивы x совершенно не обязаны быть совпадающими. В данном случае у меня массивы x – это просто некие массивы с постоянным шагом от нуля до двух. Но они могли бы быть не одинаковыми, они могли бы не обязательно возрастать, а мы могли бы, подобно вот этому, построить несколько параметрических кривых, где и x, и y, есть какие-то нетривиальные функции какого-нибудь массива t, получили бы несколько параметрических кривых на одном графике. То есть, вообще говоря, все кривые параметрические. Это только частный случай, когда массив x есть массивчик с постоянным шагом от x минимального до x максимального, мы получаем, ну, так сказать, явную функцию, график явной функции. Опять же, если ничего не говорить, то все кривые будут сплошными линиями, и цвета будут выбираться автоматически. На самом деле там есть некий конечный список цветов, не помню, сколько их штук, и они будут выбираться по циклу из этого списка. Но все регулируется, то есть, если вам нужно задать явно, какого цвета вы хотите нарисовать, какую кривую, то это все можно сделать. Вот простейший способ задания типов линий и цветов. Это строки форматов. Это некий упрощенный способ, который не дает полной гибкости, но в наиболее, ну что ли, часто встречающихся ситуациях его достаточно. Вот здесь у меня есть две кривые, график синуса и график косинуса. Я в качестве формата для первой кривой говорю, что она будет красная, R, и что она будет сплошная. Сплошная кривая обозначается просто минус. А вторая будет голубая, ну синяя на самом деле, конечно, blue, и она будет пунктирная, что задается в виде вот этих двух минусов. Штрих пунктирная задавалась бы как минус точка, кстати. То есть здесь задается цвет в виде одной буквы, и потом спецификация типа кривой. Сплошная, штриховая, штрих пунктирная, точечная, так, в виде точечек. Может быть, еще какие-то, я точно не уверен. То есть таким вот образом, при помощи вот таких строк, можно из таких, что ли, наиболее популярных цветов и типов кривых выбирать. Но более подробная настройка требует уже не аргумента в виде форматной строки, а ключевых аргументов, что-то равно чему-то. Теперь я говорил, что Matplotlib просто соединяет прямыми точки в списках. На самом деле, можно сделать, чтобы он не соединял. Можно просто показывать каждую точку. Но если точек очень много, как тут 100 штук, то их будет практически не видно. Поэтому я вот сделал точек, скажем, 11 штук, от нуля до единицы, с шагом 1 десятую. И сказал, что вот у меня здесь есть один массив, это х квадрат, парабола, другой массив, это единица минус х, прямая, которая вот так вот убывает. И здесь я сказал, что первый будет красный в виде кругляшков. Кругляшки довольно логичным образом задаются буковкой О, а этот будет зеленый в виде квадратиков. Квадратики задаются буквой С, что значит square. Так? То есть, если здесь вместо типа кривой указать на самом деле тип маркера, то получится просто набор отдельно стоящих маркеров без соединяющих их кривых. В принципе, можно бы и то, и другое сделать. Можно поставить маркера на каждой точке и соединить ломанный. Ну, это будет как-то по-дурацки выглядеть. Возможно, но, по-моему, не нужно. Так? Вот. Ну и вот пример с такой, что ли, тонкой настройкой практически всего, чего только можно. То есть я опять хочу нарисовать график косинуса и синуса, но я хочу отрегулировать все, как мне больше в данный момент хочется. Поэтому я говорю, что оси у меня будут по х от нуля до 2π, строго до 2π для каких-то там округленного вверх значения, которое Матплотлипы выбрал. А по у от минус единицы до единицы. Так? А теперь тики, ну вот как это по-русски называется? Тикс. Меточки. Что? Меточки. Меточки – это скорее вот эти подписи к тикам, я бы сказал. А сами вот эти штрихи я не знаю, как перевести на русский. Ну ладно. Так вот, значит, вот эти вот палочки на оси х я буду ставить в пределах от нуля до 2π, так что их всего будет 9 штук. То есть они через каждое π на 4 будут ставиться, вот эти тики. И подписи к ним я сделаю такие. 0, 1, 4π, 1, 2π и так далее. Обратите внимание, что я здесь использую конструкции латеха прямо в строках, которые в матплотлипе их можно использовать. Но поскольку в конструкциях латеха мне нужны всякие вещи типа бэкслэша, то я использую такую вещь, как сырая строка. ρstring, которая пишется в виде буквы r перед обозначением строки, она означает, что в ней, в этой строке ничего не интерпретируется. В частности, бэкслэш просто означает символ бэкслэш. То есть бэкслэш n – это не будет new line. Это будет два символа. Один символ бэкслэш, другой буква n. То есть вот здесь я задал подписи к этим тикам. Задал им еще вдобавок размер фонта побольше, чем по умолчанию, чтобы тут на экране было их видно, иначе они какие-то очень меленькие. Вот здесь я задал подпись к оси x, подпись к оси y. Задал заголовок графика в целом, что я тут еще задал? А, ну, почти все. То есть это насчет оформления осей в основном было. Теперь x я сделал от 0 до 2π, так что их всего 100 штук. И дважды, два графика построил, построил два графика таких. Ну, вот это график синуса, это график косинуса. Значит, вот в них я регулирую все при помощи ключевых аргументов. Дополнительные, а такие необязательные, ключевые аргументы имеют вид ключ равно значение. Вот я хочу, чтобы они были потолще. Поэтому я говорю line width равно 2, вместо единицы, которая по умолчанию. Color, говорю, здесь blue, здесь red. Ладно. Штрихи. Ну, поскольку у меня ширина линии 2 поинта, если это вы в постскрипт или в PDF-файл сохраните, то вот эта двойка означает буквально 2 поинта типографских. Ну, вот, то есть 10 ПТ-фонд будет иметь высоту 10 этих самых поинтов. То есть примерно понятно, что это такое поинт. Он там как-то связан, там, это что, там, 1,72 дюйма или что-то в этом роде. Ну, это стандартная такая типографская единица измерения. А дальше я могу штриховку задавать списком. То есть вот, например, такая штриховая линия имеет 8 поинтов проводим, 4 поинта не проводим. Прогал. И дальше по циклу. Опять 8 проводим, 4 не проводим. Получается такая штриховая линия. А вот во втором графике я задаю такую. 8 проводим, 4 не проводим, 2 проводим, 4 не проводим. Поскольку мы 2 проводим и толщина тоже 2, то вот это просто точка. Это будет такая штрихпунктерная линия. И здесь я задал некие подписи к этим кривым. Зачем нужны подписи? Затем, что они излагаются в легенде этого графика. Если я вот здесь вот вызову легенд, то я получу, что же какая кривая означает. То есть в реальном случае, если есть, я не знаю, набор экспериментальных точек и 5 штук разных теоретических предсказаний, то в легенд было бы написано, что вот это предсказание того-то, это предсказание кого-то другого, это еще кого-то и так далее. Ну вот, значит, здесь я постарался показать побольше всяких фокусов с регулировками. Положение, где легенд изображается, можно регулировать. В данном случае оно по умолчанию, выбрано и оно неудачно, оно тут перекрыло часть графика. Но тут этот график такой, что не очень понятно, куда бы его разместить, разве что левее немножко сдвинуть. Но это можно, то есть положение его регулируется. Вот эта линия штриховая, голубая и толщиной 2, это штрихпунктирная, а красная и тоже толщиной 2. А подписи к тикам на оси Х, они вот такие вот все из себя красивые, со всякими Пи. Причем они не очень красивые, потому что вот этот Пи, и этот 2Пи, и этот ноль выше, чем надо. Надо бы еще подумать, как бы их опустить, чтобы они были все ровненько. Тоже наверняка можно, но это просто требует некого размышления. Ладно, то есть вот это, скажем, ну не все, но большая часть способов регулировки того, что связано с осями, того, что связано с кривыми. Это латеховское обозначение, буквально. То есть вот здесь вот в текстах можно использовать латеховские обозначения. Ну, я не знаю, по-видимому, не абсолютно любые, по-видимому, некое подножество. Ну, достаточно большое подножество. Поэтому вот здесь вот я в долларах написал, чтобы это была формула латеховская. Дальше стоит команда фракт, то есть фракшн 1,4. Здесь стоит Пи тоже вот такое с бэкслэшем, то есть это именно буковка Пи греческая. Нормальные латеховские обозначения. То есть по существу они все перечисляются здесь? 1, 4, 2, 4? Да, да, да. Они здесь все перечисляются. То есть можно было бы их не перечислять. То есть можно было бы здесь задать только сами тики. Тогда... А вот второй аргумент не задавать вообще. Насколько я помню документацию, тогда они бы просто пронумеровались. 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. В порядке вот эти тики. Но если это не такие вот странные и довольно нерегулярные подписи, там, 7,4 Пи, а за ним идет 2 Пи, то вы вряд ли сгенерируете какую-нибудь программу. Или очень умную программу надо писать. А если они довольно регулярные, то здесь можно было бы задать массив строк. Массив строк сгенерировать там как-нибудь, а потом вторым аргументом сюда задать массив положения этих тиков и массив строк для подписей. Вполне законный способ. Вот. Теперь маркеры. Значит, это была регулировка, так сказать, кривых. А вот тут я показываю, опять же, некое количество маркеров. То есть, вот я рисую несколько кривых в виде отдельных точек и задаю им маркеры. Обычно они задаются какой-нибудь буковкой, которая похожа на этот маркер. То есть, например, плюсик – это вот такой крестик, буковка Х – это вот такой крестик, вот они здесь есть, такие и такие крестики. Буковка В – это треугольник, который смотрит вниз, а вот эта шляпка – это треугольник, который смотрит вверх. Довольно смешно. Знаки меньше и больше – это треугольники, которые смотрят влево и вправо. Скажем, квадратики – это С, потому что они с КВ. А кругляшки – это О, потому что О круглая. В общем, логику тут искать трудно. И здесь, в общем-то, перечислены не все типы маркеров. Но таких вот типов маркеров, которые можно задавать однобуквенной строкой, их конечное число, их не очень много. Ну, может, еще столько же есть, может, я половину перечислил. Но если их, например, не хватает, в принципе, можно соорудить свой маркер. Можно задать какой-нибудь, например, многоугольник, там, любой формы, какая вам понравилась, а потом объявить его маркером. Как это сделать, я сейчас наизусть не помню, но это можно. Но, с другой стороны, зачем такие уж очень экзотические? Обычно округляшков, квадратиков и треугольников уже более-менее хватает. Так, значит, это... А, да, цвета. Цвета можно задавать не буквой. А, да, маркер-сайз есть. Я их сделал побольше. Опять же, чтобы их на экране было хорошо видно. Я их сделал 10-пойнтового размера. Ну, как вот 10-пойнтовый фонт, он обычно вот такой. Ну, вот тут маркер такой величины как раз. По умолчанию они меньше, их было бы плохо видно здесь. Вот, цвета можно задавать в RGB-формате. То есть, вот этот вот самый знак номера и потом три двухзначных шестнадцатеричных числа от 0-0 до FF. То есть, вот видно, что, поскольку RGB, то вот это значит, что красный и максимально, а green и blue нету. Значит, эти вот красные, это у нас кто? Треугольнички влево направленные. Ну, да, они действительно красные. То есть, если хочется тонкой настройки цвета, то можно вот так вот его задавать в RGB-виде. Дальше. Ну, иногда кривые удобно строить в логарифмическом масштабе или там в дважды логарифмическом масштабе. Вот. Для этого существует y-scale и x-scale, которые, вообще-то, бывают log или linear. По умолчанию linear, linear задавать не надо. А вот здесь, в данном случае, масштаб по y, я сказал, будет у меня логарифмический, но масштаб по x, по умолчанию, линейный. И x будут у меня меняться от минус 5 до 5. Я строю вот такую функцию e в x плюс e в минус x. А тогда, когда у меня x или довольно большой, или, наоборот, довольно большой по модулю и отрицательный, то работает фактически только одна из этих экспонентов, либо первая, либо вторая. И мы получаем практически прямую, но в логарифмическом масштабе. Ну, а здесь они плавно друг в дружку переходят. Такой вот график в логарифмическом масштабе, который почти что от 10 в нулевой до 10 в третьей. Ну, на самом деле, несколько меньше. До 10 во второй с хвостиком. То есть, когда, скажем, данные меняются на много порядков величины, то и логично использовать логарифмический масштаб по y. Можно использовать логарифмический масштаб и по x, и по y. Так, что вполне логично. Значит, тогда в качестве вот моей решетки или сетки, или как хотите ее назовите, по x, я использую не лен-спейс, я использую лог-спейс, который будет мне x менять от 10 в минус второй до 10 во второй с постоянным шагом в логарифмическом масштабе. Ну, и вот здесь, опять же, при x маленьких доминирует вклад x, и мы получаем практически прямую с каким-то наклоном. При больших доминирует второй член x в кубе, мы получаем прямую с другим наклоном, ну, а здесь они плавно сопрягаются. То есть, это вот дважды логарифмический масштаб. Можно не прямоугольные координаты использовать, а полярные координаты. Вот, например, спираль такая. То есть, функция polar, она вполне аналогична функции плод. Вот, в ней здесь задаются два массива. Первый массив – это массив значений θ, а второй массив – это массив значений r, соответствующих этому θ. Ну, а вот в данном случае они у меня одинаковы, то есть r равно θ, и меняется в пределах от 0 до 4π. Получается вот такая вот спираль, которая здесь нарисована. То есть, так удобно рисовать, ну, какие-нибудь там диаграммы направленности разных антенн обычно вот таким образом рисуют. То есть, там делают массив θ, скажем, от 0 до 2π делают с каким-нибудь мелким шагом, а массив r, соответствующий, это, ну, там, функции от θ, насколько хорошо эта антенна туда излучает. Так получится какая-нибудь многолепестковая такая штуковина обычно получается. То есть, для этого удобно использовать вот этот самый полор. Ну, а теперь, значит, что наиболее, пожалуй, полезно для, конкретно для нас тут, ну, это как рисовать кривые и точки с усами, с ошибками. Так? Вот, допустим, у меня есть теоретическая кривая, ну, я в качестве теоретической кривой выбрал очень простую кривую. единица на х квадрат плюс 1. Такой типичный резонанс без фона. Ну, вот. То есть, допустим, х в этой теоретической кривой будут меняться от минус 4 до 4. у, соответствующий массив у, будет через массив х определяться вот так. То есть, это гладкая кривая. Теперь, допустим, есть экспериментальные данные. Поскольку настоящих экспериментальных данных у меня здесь нет, я их сгенерирую. Я их сгенерирую так, что они будут идеально согласовываться. Но, во-первых, их будет поменьше, а их будет не 101 штука, а 21 штука, чтобы их было видно. И в пределах от минус 3 до 3. Ошибки всех этих у будут одинаковые, равны 0,1. А дальше я к теоретическому значению прибавил массив экспериментальных ошибок умножить на нормальным образом распределенную случайную величину по умолчанию со средним 0 и с стандартным отклонением единица размера 21. То есть, вот этот нормал с ключевым аргументом сайз равно 21 создает мне массив из 21 гауссово-случайного числа. Теперь я умножил его поэлементно на массив ошибок. Но в данном случае они у меня все одинаковы. Значит, получился некий массив, так сказать, экспериментальных значений вот с такими ошибками. Тогда я строю две вещи. Я строю гладкую кривую. И я строю точки с усами, здесь же на текущем графике, которая строится в функции error bar. Здесь задается массив вот этих x-ов экспериментальных точек, y-ков экспериментальных точек. fmt – это форматная строка. В данном случае я хочу, чтобы они были красные и имели вид кругляшков. А дальше y-r – это массив ошибок этих y-ков. В данном случае они просто все одинаковы, равны плюс-минус 0,1. Так? Эти ошибки. В принципе, здесь можно было бы задать еще x-r, и тогда были бы еще горизонтальные усы. Функция error bar это позволяет. Это вот мы видим на одном графике экспериментальные точки с усами и теоретическую кривую, которая их хорошо описывает. Ну, что еще для представления данных полезно? Ну, гистограмму полезно построить. Вот, значит, такой примерчик. В данном случае данных, то есть статистика мне нужна большая, чтобы в каждый бинт этой гистограммы достаточно много попало. Поэтому я возьму 10 тысяч статистику. Я возьму просто гауссово-случайные числа, которые генерируются, нормал, ну, это называется нормальное распределение, поэтому нормал, размером n, массив из них сделаю, 10 тысяч вот таких нормально распределенных случайных чисел. Теперь я построю гистограмму. Гистограмма будет у меня в пределах от минус 3 до 3, где стандартное отклонение единица, ну, то есть это от минус 3 сигма до плюс 3 сигма, реально так. То, что не влезло в этот интервал, отбрасывается. Бинов там будет 20 штук. Функция хист возвращает тюпу из трех величин. Из n набора бинов и набора вот этих самых, ну, они называются патчис, вертикальных полосок. Это объекты какие-то какого-то типа. Честно говоря, мне сейчас лень на них смотреть. Ну, что-то возвращает, и ладно. На самом деле оно нам не нужно, потому что вдобавок к этому хист просто строит гистограмму, ну, вот в качестве текущего графика. Но еще я хочу теоретическую кривую сюда пририсовать, прямо рядом, на том же графике, где гистограмма. А именно я хочу нарисовать распределение Гаусса, которое, естественно, имеет вид е в степени минус 0,5х квадрат делить на корень из 2π. Это умножил на свою вот эту статистику и умножил на ширину одного бина, чтобы она была в том же масштабе, так сказать. И еще просто, чтобы продемонстрировать, на этот же график я пририсовал какой-то текст. А именно этот текст – это формула для гауссового распределения. Опять же, я использовал такие вполне стандартные латеховские обозначения в виде сырой строки с размером фонта 20. Элайнмент я задал такой, что по горизонтали и по вертикали к вот этой точке на графике привязывается центр моей строки. Ну и все, пожалуй. То есть вот получилась такая вот гистограмма, получилась вот такая вот, такой вот гауссов колокол, и получилась формула для распределения гаусса, которую я расположил в точке, где я его располагал, в точке минус 2, 1000. Ну да, вот минус 2 – это здесь, 1000 – здесь, действительно посредине этой формулы. Я ее хотел центрировать, вот она действительно там и центрировалась. Вполне, так сказать, гибкая система. При помощи нее на каких-то графиках отмечают какие-нибудь примечательные точки. Пишут что-нибудь типа, а вот здесь у нас максимум. И от этой подписи рисуют стрелочку, которая тыкает в максимум этой кривой. Что-нибудь в этом роде. Очень полезно для пояснений при докладах, скажем так. Теперь, как представить графически, ну скажем, функцию z от x, y. Можно построить контуры постоянного значения z. Ну, как горизонтали на топографической карте. Наиболее всем знакомый способ такого представления в виде чисто двумерных картинок. Вот, скажем, пример такой. Допустим, я хочу изучить функцию z равно x умножить на y. Такое седло в две стороны вверх идет, две другие стороны вниз идет. Вполне симпатичная получается седловая такая поверхность. Значит, тогда я делаю массив x, который будет у меня от минус единицы до единицы. Массив y будет такой же. В данном случае x и y просто указывают на один и тот же массив. Но мне плевать, я не собираюсь их видоизменять по ходу дела. Поэтому пусть себе, если бы я их хотел видоизменять, мне бы лучше было копию сделать, чтобы они не указывали на один реально массив. А здесь я делаю двумерный массив. Вот эту функцию из numPi я еще не показывал, но здесь как-то как раз удобный предлог, чтобы ее упомянуть. Внешнее произведение. То есть это вот ему передается два одномерных массива, какой-то x и какой-то y житая. И он строит двумерный массив, который есть произведение о x на y житая. Ну, то есть такая z и житая, есть x и т, а на y житая. Это называется внешнее произведение, в отличие от внутреннего произведения, которое есть сумма x и т на y и т. Так? Ну, вот, значит, я построил массив z. И теперь я строю контурную карту. Такое вот постоянных значений этого z. Но чтобы эта наша красивая седловая поверхность выглядела красиво, я делаю спектрейшу равными единице, чтобы она не была приплюснутая. Значит, по умолчанию матплотлип сам выбирает какие-то высоты для этих горизонталей в пределах между минимальным и максимальным значением. И сам же им приписывает какие-то цвета. Это все, опять же, как обычно регулируется. Вот, скажем, несколько отрегулированная версия. Тут, на мой взгляд, маловато информации. Как-то вот вся серединка какая-то больно пустая. Поэтому здесь я задал что? Я задал заголовок этого графика. Теперь я сказал, что вот эта моя функция контур, я ей передал дополнительный параметр, четвертый, а именно массив значений z, при которых я хочу строить свои горизонтали. А именно я хочу их строить от минус до единицы, до единицы, чтобы их всего было 11 штук. То есть шагом 0,2, 2 десятых. На самом деле функция контур возвращает какой-то хитрый объект, какого-то там класса определенного в matplotlib. Вот в данном случае обычно он, в общем-то, не нужен, потому что она, кроме того, строит, собственно, картинку в текущем графике. Но в данном случае он нужен. Поэтому это значение присвоил вот этой переменной Curves и вызвал C-label. C-label от Curves как раз ожидает объект вот такого самого типа, который возвращает контур, и заставляет подписывать эти кривые. Как он это делает, я не знаю. И насколько это можно регулировать? В какой-то степени можно, но это надо в Manpage соответствующий читать. Но в данном случае того, что он сделал по умолчанию, в общем, более-менее достаточно. Видно, что вот эти вот линии соответствуют значению 0. Ну что логично, при x равно 0, при y равно 0, наша функция равна 0. А вот это вот из-за линии 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, которая не подписана, потому что уж больно короткая. А эти отрицательные. А, да, вот тут даже видно, что они отрицательные. Минус 0,2, минус 0,4, минус 0,6. А вот эти положительные 0,2, 0,4, 0,6. Вот такая вот контурная карта получилась нашей функции. Вместо контур можно использовать функцию контур F от слова field, заполненный. То есть он заполняет цветом. Он не рисует линии, а заполняет цветом. Ну что, опять же, как-то соответствует традиции топографических карт. Когда они там от зелененьких к коричневым меняются, тут они меняются как-то несколько по-другому. И если использовать... Ну, я опять же попросил, чтобы они менялись шагом 0,2, чтобы было несколько подробнее. И такая приятная добавка к любому контур F – это Color Bar, который рядом с нашей топографической картой, нашей функции рисует... Ну, сейчас я просто нажму, и мы сразу увидим. Вот он, Color Bar. Вот это вот наша функция, где синее значение наиболее отрицательное, а вот эти темно-красные значения наиболее положительные. То есть, а вот здесь вот нарисован рядом Color Bar, который объясняет, что все, что от минус единицы до минус 0,8, будет темно-синее, вот такое, потом светло-синее, и так далее, и так далее. То, что от 0,6 до 0,8, будет вот такое красное, например. То есть это объяснение, что какой цвет означает. Ну, вот это, я бы сказал, уже довольно наглядное представление нашей функции z от x, y. Но, в общем, когда есть функция z от x, y, то лучше строить трехмерную поверхность. Она обычно легче воспринимается. Значит, кое-что для трехмерной графики в Matplotlib есть. Да. Сейчас, вот если я здесь Color Bar просто не напишу, то вот этот левый квадратик весь у меня будет точно такой же, а вот этой штуки здесь не будет, и все. Вот, значит, в Matplotlib есть возможности строить трехмерные линии и поверхности. Как обычно, они, в принципе, все параметрические, то есть они не обязаны быть, ну, там, явными функциями, чтобы z была там функция от x и y. Но явные функции, это частные случаи, явные графики, это частные случаи параметрические. Ну, вот давайте построим для начала линию какую-нибудь. Вот, например, я хочу такую линию, спираль хочу построить. То есть, допустим, частица движется по спирали, ну, как заряд в магнитном поле. Так, вот, t будет умение меняться от нуля до четырех π, x будет косинус t, y будет синус t, а z будет меняться от нуля до единички равномерно. Так, вот такая какая-то спиральная траектория. И вот в данном случае мне приходится использовать некоторые функции вот из того более объектно-ориентированного интерфейса. То есть до этого момента они, в общем-то, были почти никогда не нужны, а сейчас они мне нужны. Ну, и, в общем, это, ну, я не знаю, привыкнуть надо. То есть фигур без параметров, с пустым списком параметров, возвращает текущую фигуру. В принципе, хотя, по-моему, это не очень уж сильно полезно, в принципе, одну вот эту фигуру можно разбить на несколько подфигур, можно рядышком нарисовать несколько разных графиков. Ну, честно говоря, вот для таких использований, ну, я не знаю, в статье, например, я предпочитаю это делать средствами латеха. Делаю каждый график отдельно в виде отдельного apps-файла, а потом эти apps-файлы вставляю на свой рисунок в латехе, там, в нужные места, как мне нравится, подписи к ним делаю уже латеховскими средствами и так далее. То есть, мне кажется, делать посторонней графической программой несколько графиков, так сказать, на одном рисунке – это излишне. Но дальше это кому как нравится. В принципе, в одной фигур могут быть несколько подфигур, но я таких примеров сюда не включал. Но в данном случае фигур вот этот с пустыми скобками – это просто вся текущая фигура. Зачем она мне понадобилась? А затем, что я хочу задать объект класса Аксис-3D – трехмерные оси. Вообще, он ожидает, вот этот конструктор объекта Аксис-3D ожидает вот эту фигуру, поэтому я ее вытащил отдельно, присвоил переменной и сюда передал. И этот объект типа Аксис-3D я сохранил в переменной Аксис. И дальше я могу работать с разными методами. И вот, например, метод Плот. Метод Плот, который просто ожидает три массива одномерных. Ну, то есть, это параметрически заданная линия. Это именно одномерные массивы, то есть, это x, y и z параметрически заданы, ну, как функции некоего t, которая у нас вот менялась там от нуля до 4π. И вот получилась такая спиралька. Вот тут я еще раз говорю, если бы я использовал не инлайн-бэкэнд, а какой-нибудь бэкэнд из развитых, который строит графики в отдельных окошках, я мог бы этот график вертеть мышкой, что очень удобно. Ну, вот сейчас у меня выбран был инлайн-бэкэнд в самом начале, поэтому тут повертеть этот график мы и не можем, к сожалению. Но мы можем программно задать, откуда мы на него смотрим. По умолчанию мы смотрим с какого-то направления. Можно это направление изменить. Вот это задается методами элев и азим, элевейшн и азимут. Задается в градусах. Как-то все-таки все это изрядно под, ну, такие, что ли, инженерные применения заточено. И интерфейс выбирался усиленно по аналогии с матлабом. Поэтому тут все в градусах, а не в пях. Ну вот, так вот я хочу, чтобы элевейшн был 30 градусов. Вот я на 30 градусов выше горизонтальной поверхности смотрю. А азимут, с которого я смотрю, был, скажем, тоже 30 градусов. Ну вот, получился другой вид на ту же самую спиральную линию, несколько с другой стороны. Ну, на самом деле, долго и упорно перебирать вот эти градусы, чтобы получить наиболее наглядное представление о трехмерном графике, действительно неудобно. Действительно гораздо удобнее иметь возможность повертеть мышкой, что можно в других бэкэндах. Вот. Значит, это была линия. Она, ну, вот, одномерная. Там три одномерных массива была нужна. Теперь давайте поверхность построим. Давайте построим такую вот поверхность. Поверхность будет иметь вид такой шляпы с полями. Ну, то есть, вот здесь вот я хочу определить... А, ну да, ладно. Да я хотел начать с конца. Ладно, так и начну с конца. Вот у меня есть массивчик иксов и массивчик игреков точно такой же, которые будут меняться от минус 10 до 10, так что всего там будет 50 элементов. В частности, я, кстати, нарочно выбрал четное число 50, так что начало координат мне там не попадется. У меня начало координат будет в серединке какого-то квадратика моей решетки. Вот. Тогда я считаю r как корень из х квадрат плюс у квадрат и считаю функцию синус r делить на r. Если бы я здесь написал не 50, а 51, то в некий момент я бы здесь получил синус 0 на 0, заработал бы какой-нибудь нан, вероятно. Ну, в общем, чтобы с этим не возиться, я выбрал четное число здесь. То есть это просто z функция вида синус r делить на r. Так. Теперь. z – это вот двумерный массив. Я его заполнил. То есть я его заполнил методами чистого питона, медленными вот этими циклами, а не встроенными средствами NOMPI. Что-то я не придумал, как это сделать лихо при помощи операций над целыми массивами. Скорее всего, можно, если еще маленько поизвращаться. Но, в конце концов, эффективность нас не сильно волнует. Тут не так много. Тут 50 в квадрате точек. Подумаешь. Ну вот. Так вот. Но еще мне нужны массивы, двумерные же массивы для x и для y, которые реально зависят только от одного индекса, каждый. Чтобы график строить. Это делает функция mesh grid. Строит, ну вот, сетки. Mesh grid. Ей передается два одномерных массива. В данном случае они одинаковые, но они могли бы быть и разные, а так. И она возвращает два двумерных массива. Но это очень малоинформативные двумерные массивы. Массив xx от ij зависит только от индекса i и равен соответствующим x it. А от индекса j он вообще не зависит. То есть этому размножили каждое значение много раз по второму индексу. А массив y точно так же размножен по первому индексу много раз. И вот теперь мы можем красиво построить поверхность. Так. Чего мне хватило? Чего-то мне тут не хватило. xx. А, так я просто его не выполнил, вот эту штуку. Я вот эту штуку забыл выполнить. Вот. Значит, вот у этого самого объекта Axe, класса Axe 3D, есть разные методы. Метод plot мы использовали вот здесь. Вот метод plot строит линию, а метод plot surface строит поверхность. Ему требуется передать три двумерных массива. Массив x, массив y и массив z. И в данном случае я ему сказал, чтобы он мне с шагом единичка вот в этих массивах строил вот эти вот линии. По умолчанию он строит, по-моему, каждую десятую линию. И получается очень грубый график. У меня и так-то этих линий не много, 50 штук, только каждые координаты. Поэтому я сказал, чтобы они были с шагом единичка. Вот. По умолчанию они, скажем, строятся, ну, там первый график синий, второй там зеленый и так далее, стандартный выбор цветов. Но, мат-плот леп еще и тени какие-то там проводят. То есть где-то он затененный, где-то он светлее синий и так далее. Вот такой трехмерный график. Опять же, в других бэкэндах, не в онлайн бэкэнде, а его можно вертеть, чтобы полюбоваться на него с разных сторон. Есть дополнительный параметр C-map, color map, который может принимать конечное число возможных значений. По-разному раскрашивать можно эти самые поверхности. Один из этих, одно из возможных значений, оно как бы эмулирует гну-плот. Вот в гну-плотовской раскраске это выглядит так. Но вообще говоря, их там много десятков этих значений. Что они все значат, я, естественно, не помню. Это уже надо смотреть подробную документацию. То есть, похоже, что гну-плотовский цвет просто зависит от высоты. Чем выше, тем теплее цвет. Вот здесь он какой-то желтенький, а внизу он какой-то синенький. C-map, ну, в принципе, есть много разных возможных способов раскрасить поверхность. Я просто показал один из примеров. Ну и, наконец, вместо сифроса можно построить wireframe. Просто проволочный скелет. Такой вот. Но это некрасиво, потому что проволочный скелет прозрачный. И вот в этом вот месте мы через переднюю стенку видим заднюю, через нее видим еще какую-то, через нее видим еще какую-то. В общем, получается полное безобразие, где через несколько слоев этой сетки мы видим более глубоко лежащие слои. То есть, здесь не удаляются более дальние линии в методе wireframe, в отличие от поверхности. Ну и теперь так. Значит, это была явная, фактически, поверхность, когда z есть функция от x, y. Но мы можем сказать же, что она параметрическая. Мы можем сказать, что у нас есть два параметра, u и v какие-то. Такие, что просто x равен u, y равен v, а z равен функции от u и v. То есть, явно заданный график поверхности, это частный случай параметрический, конечно. И вот здесь мы построим параметрическую поверхность, которая какая-то другая. То есть, в данном случае у нас будет θ и φ параметры, которые будут, каждая из них будет меняться от нуля до 2π. Так? От нуля до 2π. И хочу я построить бублик. Значит, что такое бублик? Это когда мы взяли, ну там в какой-то плоскости, в плоскости x, z, например, мы взяли окружность, взнос двинутую относительно центра. То есть, расстояние от начала координат до центра этой окружности у меня единичка, а радиус этой окружности r – 0,2, чтобы бублик был не чересчур толстый. То есть, радиус бублика – 0,2. А от центра бублика до точки в середине теста этого бублика равно единице. Так? Ну вот. То есть, φ – это вот этот угол, вот такой вот. А потом я все это завращал вокруг оси z. Это параметризуется углом θ, который вот здесь вот, вот здесь я это на косинус θ умножил, здесь на синус θ. Вон, да. Здесь от этого, естественно, не зависит. Вот, значит, я задал три таких двумерных массива – x, y и z. И теперь я могу нарисовать бублик. Вот тут, честно говоря, мне как-то не удалось его красиво нарисовать, к сожалению. То есть, он получается вытянутый по вертикали. То есть, я как-то не знаю, какой надо здесь правильно задать aspect ratio. Если я его задаю поменьше, он получается такой сплющенный, что вообще ничего не видно. Ну, ты сдайся, я 0,2 попробую задать. Вот он какой получился. Смешной какой-то бублик. Вот, ладно. А вот если… То есть, тут бы надо понять, что он ожидает. А, ну так он немножко лучше, но так он уже вытянутый по вертикали. Какой-то некруглый бублик получается. Ну, ладно. То есть, в принципе, вот это как строить параметрические поверхности. Но тут я еще раз только хочу повторить то, что я говорил вначале, что для трехмерной визуализации есть гораздо более мощные пакеты, чем Matplotlib. Matplotlib, в общем, содержит только некий такой минимальный набор. Для двумерных он содержит практически все, что надо. Там есть и какие-то эти самые, как это называется, pie charts это называется, когда круг разрезают на такие штучки и показывают, какой вклад в G-2 дает область тромезона или там и так далее. Так, вот. И еще какие-то, в общем, для двумерных графика, я бы сказал, что он содержит все, что надо. Для трехмерных он содержит некий минимум. А существуют такие более могучие пакеты трехмерной визуализации, но сейчас я их всех не помню, их есть несколько, которые позволяют, например, визуализировать скалярные и векторные поля, зависящие от x, y, z в частности. Так, ну ладно. Сколько там времени, что-то я уже давно говорю. Ладно. Значит, про Матлотлип, пожалуй, все. То есть я сейчас вот только это дело сохраню и выйду. несколько вещей, которые я в прошлый раз немножко недопоказал про НУМПИ как таковой и про его расширение с КИПИ, которые, пожалуй, стоит все-таки показать. Значит, вот я, скажем, из НУМПИ импортировал изрядную кучу всего и пошел сразу в конец. И вот где мы в прошлый раз остановились, это мы остановились на том, что можно делать быстрое преобразование Фурье вот этих самых массивов. По умолчанию это такое, комплексное преобразование, ну то есть нормальное с Е в степени и эмега Т. В принципе, существуют какие-то другие методы, которые делают там косинусное и синусное преобразование Фурье чисто в рамках действительных чисел. Ну ладно. Значит, вот, пожалуй, что полезно так, а Нормал я откуда-нибудь импортировал, прошу прощения. Где-то я его импортировал, но я уже забыл, где. А, ну да, вот здесь я его импортировал. Давайте я выполню это дело. Парочка полезных методов для такой простой статистической обработки массивов. На самом деле я гораздо больше, то есть в данном случае я вот создаю массив из тысячи гауссовых случайных чисел со средним значением ноль, сигма и единица и считаю их среднее и среднеквадратичное отклонение. Среднее получилось ноль, ноль, один, что для такой статистики вполне нормально. Среднеквадратичное отклонение, ну, получилось действительно единичка, как и следовало. Если бы у меня здесь был двумерный массив, я мог бы найти среднее по строкам и среднее по столбцам. Это точно так же среднеквадратичное отклонение по строкам и по столбцам. Ну, есть и другие подобные методы для статистической обработки. Можно найти то, что называется медиана, то есть, чтобы половина точек была левее этого значения, половина правее. Это не есть среднее, это есть нечто другое. Так, когда распределение перекошенное, не симметричное, можно там еще чего-то находить, можно находить, ну, не помню. То есть, таких методов существует довольно много. Я просто как-то их забыл упомянуть, но вот это простейший пример. И теперь вот есть такая, в общем-то, это надстройка на одном пи, которая называется ски-пи, научный питон. У него есть довольно большое количество подпакетов, это большой пакет. В нем есть всякие подпакеты. И я сейчас покажу только совсем немножко из них. Ну, про большую часть я практически ничего не знаю, поэтому было бы трудно объяснять, что такое сигнал-процессинг, я понятия не имею, поэтому трудно объяснять функции из области сигнал-процессинг. А вот что касается численного интегрирования и численного решения дифференциальных уравнений, это вещи весьма полезные, но вот тут именно в этом месте все будет довольно неэффективно, поскольку здесь-то мы скажем, хотим численно интегрировать просто функцию, написанную на языке питон, которая в каждой точке, чтобы ее вычислить, мы будем ее интерпретировать, но не буквально ее сорс, байт-код соответствующий. Но здесь особых ускорений таких нет, и поэтому численно интегрировать лучше на C или на фортране для старомодных персон. Но если лень писать функцию на фортране, можно на питоне, хотя это будет в какие-то десятки раз медленнее заведомо. Ну и вот значит просто какой-то простой пример интегрирования. Вот я определил функцию, которую я хочу интегрировать, и в степени минус х квадрат. И вот теперь существует в скепи, точнее говоря, в скепи интегрейт, существует функция квад численного интегрирования, которая наиболее юзерфрендли. То есть ей просто надо задать функцию и пределы. И более того, в качестве предела можно задавать бесконечность. Вот этот инф – это то самое странное число инф, которое numpy нам добавляет. Numpy добавляет два странных числа – none, not a number и инф, infinity. Я его там импортировал в самом начале из numpy, поэтому он у меня есть в текущем пространстве имен. Я хочу вот эту штуковину проинтегрировать от нуля до бесконечности. Квад возвращает тюпл, две вещи – результат и оценку ошибки. Оценка – это именно оценка, сильно так голову на отсечение давать, что истинный результат от этого отстоять не более чем на эту ошибку не стоит. Но для гладких хороших функций эта оценка в общем-то разумная. Она может стать неразумной для плохих функций, для быстро осцелирующих, для функций с интегрируемыми сингулярностями и так далее. Там уже все становится не столь хорошо. Но для гладких функций вроде этой оценка ошибки должна быть хорошая и должна быть она в общем-то маленькая. Но мы знаем, чем этот интеграл равен. Он равен корень из π пополам. Поэтому вот здесь во второй струське я печатаю его теоретическое значение, результат численного интегрирования и оценку ошибки. И видно, что они блестяще совпадают. Оценка ошибки 7 на 10 минус девятой. То есть это восьмой знак после запятой. Ну и видно, что действительно они совпадают очень хорошо. Точное значение и численное проинтегрирование. Теперь я проинтегрирую от нуля до единицы. И опять же знаю теоретическое значение. Теоретическое значение это корень из π пополам на рф от единицы. рф это функция ошибок. Она есть, она сидит в скепи спешл. Там сидят всякие специальные функции. Там есть рф, есть бесселя разнообразная, есть гамма функция, есть там я не знаю какие-то эллиптические функции, чего там только нет. Довольно большой список специальных функций. В данном случае мне понадобился да, и почти все они. Это вот что называется universal functions с точки зрения numpy. То есть их можно напустить на массив, они будут применяться поэлементам. Но в данном случае мне этого не надо. Мне достаточно получить только рф от единицы. здесь я получаю, поскольку я интегрировал в конечных пределах, оценка ошибки, которую этот квад выдал вообще 10 в минус 14, я бы сказал, то есть прекрасная оценка ошибки. Ну и точное значение и численно проинтегрированное вполне хорошо совпадают. Хотя, по-моему, они начинают отличаться раньше 14-го знака, если долго и упорно посчитать. Ну ладно, странно это немножко. это было просто интегрирование и квад это адаптивная квадратура, то есть она сама решает, как разбивать на интервальчике, где функция там быстрее меняется или где больший вклад в интеграл она будет более сильно дробить, где малый вклад в интеграл и функция плавная она не будет сильно дробить и так далее. То есть это максимально автоматизированный способ. Есть какие-то более такие функции предназначенные для борьбы с интегралом в рукопашную, где вы сами разбиваете на подинтервал и в каждом подинтервале вызываете там какую-нибудь гауссовую квадратуру, но обычно вы сами не знаете, как лучше разбить на интервалы. Этот автоматический способ разбиения по крайней мере довольно разумный. Поэтому в общем для простых случаев квад вполне хорош. Ну и вот решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Честно говоря, этот пример я сейчас сочинил 10 минут назад, поэтому от него тут нет как бы подробного объяснения. Значит, я хочу рассмотреть колебания затухающего маятника. Так, маятник с трением. Я хочу этот маятник с трением описать системой дифференциальных уравнений первого порядка, линейных, естественно, дифференциальных уравнений. То есть это то, что я хочу находить, это столбец с двух величин. Координата скорость. То есть вот этот х от нуля это координата, а х от единицы это скорость. Это такой двухэлементный массив. И вот здесь вот этот f от х и т должен возвращать производную от вот этого моего столбца неизвестных функций по времени. Производная от координаты есть скорость, поэтому здесь производная от х от нуля есть просто х от единицы. А производная от скорости это есть ускорение, то бишь сила, масса естественно за единицу взята, а сила равна минус координата, опять же жесткость за единицу взята, минус 2а на скорость. То есть коэффициент трения я взял и назвал 2а. А это некая константа. То есть вот этот f предназначен, чтобы посчитать столбец производных. в данном случае это линейная функция самого столбца неизвестных функций, то есть это линейная система дифференциальных уравнений первого порядка. Теперь я хочу, чтобы время у меня менялось от нуля до десяти, так чтобы всего этих значений времени было тысяча штук. И дальше я вызываю замечательную функцию odint, интегрировать обыкновенное дифференциальное уравнение и передаю ей функцию f, то бишь производную моей функции x по времени. Начальное значение, вначале отклонил маятник на расстояние единицы, а скорость у него вначале была равна нулю. И вот этот массив времен, которые у меня от нуля до десяти меняются. И вот решаю я его систему дифференциальных уравнений линейных. И поскольку в этом... Да, вот я получаю два графика. Вот это моя координата. Синенькая это координата. Я отклонил маятник на единицу. Дальше он колеблется и затухает до времени десять. Вот я все это нарисовал. Вот это скорость зелененькая. Она вначале была ноль. Вначале она видно, что она становится отрицательной. Вот этот минимум соответствует наиболее быстрому облыванию здесь. В общем, все логично. То есть вот это мы численно решили эту систему дифференциальных уравнений. На самом деле мы ее можем же решить аналитически. Если кому-нибудь не лень решить эту систему аналитически, то вот аналитическое решение. То есть вот этот х0 дает точное решение нашей системы дифференциальных уравнений. А вот теперь я беру массив х, который у меня вернула вот эта самая функция численного решения дифференциальных уравнений. Беру, чтобы первый индекс у него был любой от начала до конца, второй индекс равен нулю. То есть это именно координаты, а не скорости. Единичку я здесь не беру. Вычитаю отсюда массив координат, содержащий точное решение, напуская на них функцию abs, которую я импортировал из num.p, и поэтому она применяется поэлементно ко всему массиву. Получаю массив ошибок, отклонений моего численного решения от точного решения, и беру от них max. и получаю, что максимальное отклонение где-то 7 на 10 минус 8, то есть очень неплохо численно решилась вот эта система дифференциальных уравнений. Ну, здесь я попытался построить графики, но они, естественно, совпали. Отклонения в... Ну, ладно, это 10 минус 7 я округлю, но тем не менее отклонения двух графиков на 10 минус 7 в таком масштабе, естественно, не видно. В принципе, у ODEINT есть дополнительный ключевой параметр DEFUN, который позволяет улучшить точность решения, численного решения дифференциальных уравнений, и который должен содержать производные вот от моей этой функции F по моей неизвестной X. Но поскольку в данном случае X – это двухкомпонентная величина, а F – моя производная, правая часть дифференциального уравнения – тоже двухкомпонентная величина, то это производная есть матрица. То есть, если кто-нибудь имел дело с решением дифференциальных уравнений в системе математика, математика, то математика может аналитически продифференцировать правую часть диффура по неизвестным функциям, и поэтому такой параметр явно задавать не нужно, поскольку здесь мы работаем чисто численным образом, то можно, если очень неизвратиться, посчитать чисто численно производную, но это будет уже совсем безобразие, а лучше ее посчитаю аналитически, определю в виде вот такой функции. В данном случае моя функция f была линейная, возвращала списочек из двух элементов, ее продифференцировал по двум значениям х, получал матрицу, получил вот такую матрицу, и могу ее теперь спокойно передать в качестве вот этого ключевого дополнительного аргумента в этой ODEINT. ODEINT утвердается, что он лучше работает, если ему еще передать вот этот DEFUN, производный правой части DEFUR по неизвестным функциям. На самом деле в данном случае похоже, что это ни на что не повлияло. Мы получили ту же максимальную ошибку 7 на 10 минус 8. Лучше не стало. Но она, впрочем, и так была хорошая. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Это была скорее добавка к тому, что было в прошлый раз про NUM-PI, ну и вот несколько слов про Ski-PI. Значит, тогда все на сегодня. Да, значит, кстати, по пятницам на вот эти самые компьютерные занятия занятия в последний раз пришло вообще три человека, поэтому там полно свободных мест. Если вдруг кто-то хочет и кому не хватало в начале мест, то welcome. А если никому не надо, ну пусть эти три человека ходят, еще, видимо, два или три этих пятничных занятия будет, на чем мы и кончим с пятничными занятиями. А лекции я планирую, в общем, до середины декабря. Я не знаю, сколько еще лекций, ну как минимум две, ну две или три. Все на сегодня.